Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. По просьбе одного из зрителей канала я сделал скринкаст о том, как в DaVinci размыть номера машин, то есть коснулся темы трекинга. И когда коснулся, понял, что тема важная и интересная и решил продолжить. Но уже во фьюжи. Во-первых, потому что попросили в комментариях, а во-вторых, потому что в закладке Color, по большому счету, трекинг сделан для цветокоррекции отдельных элементов. Сам же трекинг, как понятие, предназначен для другого. Сделать, например, такую вещь в закладке Color невозможно. Кстати, тому, кто заметил, какую вещь я тут сделал, пятерку за внимание. На самом деле, вот исходный кадр. И теперь, я думаю, все уже заметили, что вот этой таблички в исходном кадре нет. Тут, кстати, написано МОС трансагентство. Существовало такое понятие, как, впрочем, глав рыба. И вот это уже делается только во фьюжн. Делается просто, а перспективы в продакшене открывает огромные. Итак, во фьюжн есть три трекера. Обычный трекер нам тут не подойдет. Он может протречить объект, то есть сделать то же, что в предыдущем уроке. Но здесь к пути трекинга можно привязать любой внешний объект. В предыдущем, напомню, мы могли привязать только маску. Камера трекер вещь очень крутая, но это тема для отдельного видео. Наши задачи, как и все подобные, идеально решаются плэнер трекером. Плэнер трекер берет какую-то площадь, ну не какую-то, а ту, которую мы ему предписываем взять, в данном случае накладывая маску, и смотрит, как эта площадь ведет себя в 3D пространстве. Точнее, просто в пространстве. Поэтому маску надо накладывать максимально соответствующую изначальной геометрии. Вообще здесь, как и везде во фьюжн, да и вообще везде в профессиональных программах очень много настроек. И если я про все буду рассказывать, мои скринкасты будут мало чем отличаться от часовых уроков, которые есть в сети, поэтому только о необходимом. И это иногда бывает удобно. По какому каналу он будет тречить? Red, Green, Blue. Понятно, что для хорошего трекинга нужны контрастные изображения. И иногда бывает полезно выбрать какой-то канал, в котором изображение максимально контрастно. В данном случае все примерно одинаково, но выберем, скажем, синий. Вернем тут цвет. И вот это одна из самых неочевидных вещей в Planner Tracker. Здесь нужно обязательно нажать Set, иначе ничего не заработает. Черные маги вообще любят оставить в настройках какую-нибудь крайне неочевидную галочку, без которой ничего не работает. Set сбрасывает reference time к текущему кадру. Вообще можно было бы его сбрасывать и автоматически при нажатии на трекинг, то есть сюда. Это трекинг вперед на один кадр. Он посмотрел на изображение и расставил для себя точки, по которым будет его анализировать в пространстве. А это трекинг уже до конца. Почему-то именно с Fusion у меня конфликт оборудования, какие-то кнопки не нажимаются, когда я пишу скринкаст. Но в целом после нажатия этой кнопки вы получите вот такой результат. Он все сделал, более того разобрался с объектом, который выходит за кадр, и даже не нарушил геометрию. Но здесь мы как всегда начали не с начала, а с середины, поэтому вернемся к стартовой точке и запустим трекер в обратную сторону. Тут произошло то же самое. Он протречил, причем также сохранив геометрию за краем кадра. Ну и все. Теперь осталось взять любой объект и приляпать его к пути трекинга, причем в 3D пространстве. Я в данном случае сделаю красную табличку с надписью Mostransagent.com. Как я ее делаю, объяснять не буду. Те, кто посмотрели всю серию скринкастов, это знают. Тем, кто не смотрели, смотрите. Ссылка в описании. И все. Теперь мы просто заводим наш объект в ноду Planner Tracker. Но сначала нужно установить тут Corner Pin. Заводим. Если вдруг не заработает, возможно, вы завели не в тот вход в ноде. Вам тут нужен Corner Pin. И теперь осталось разместить наш объект в соответствии с геометрией пространства. Это важный шаг. Тут нужно максимально четко выстроить перспективу. Поскольку все дальнейшие и предыдущие перемещения объекта будут отталкиваться от того, как он расположен в этом кадре. Ну и все. Осталось его заблёрить, то есть размыть. Тут, наверное, надо кинуть раздельный блёр, поскольку background надо мыть сильнее, чем буквы. Ну как-то вот так. И все. Он отследил не просто перемещение объекта, а изменение его в пространстве. То есть в перспективе и применил эти изменения к другому объекту. Единственное, буквы тут слишком яркие. Вот так примерно. По большому счету трекинг, композинг – это основа работы со спецэффектами. Протречили объект, что-нибудь ему пририсовали или наоборот отрезали и получился чужой против хищника. И делать это вы уже умеете. Осталось найти хороший сценарий. Все, любите друг друга. Вообще за возможность сделать то, что может сейчас делать во Фьюжн любой школьник, Лукас в свое время отдал бы студию и право на Звездные войны. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!